очагов тв представляет остановись куда-то так бухаешь быстро это это и по очень вкусная и по ты знаешь что такое и по а не знаешь что такое и по мне не знаю мне нравится горчиночка у нее а так мне кажется это крафтовая хуйня которые продают тут про между прочим ты не знаешь что такое и по но при этом употребляешь этот термин ну понимаешь есть там светлое темное темное светлое темное нефильтрованное светлое не фильтрованная есть и по и она такая крафтовая и по она вся одинаковая нет здесь она у нас вся одинаковая и по обезьянка такая нарисована и по и по их мель и по их мель и по и по горенькая там и по и крокодил о и по и крокодил пьешь и отрыжка такая у них вся одинаково рядом есть у нас завод по как они 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 вроде чут там варят не знаю и мель и по и по и по это пиво или нет и по вот они пишут там американ и по это куда темня американ и по и по и по раз горчинкой и по это пиво или нет и по наверно пиво до или это l а вот и это отдельная уже тема получается а что такое и по не знаешь нет не знаю то есть то есть и по это не эль правильно и по это не эль вот а как расшифровывается и по и по это аббревиатура возможно не разбирался вот так вот и по ну на будущее тебе просто скажу и по расшифровывается как индия пейл эль то есть и по это и и по этой а эль это это вид вид напитка который ну скажем так близок к пиву вы так назовем это близок к пиву напиток близок к пиву спасибо я и сам петербург слушай ладно бог с ним сели хотел это самое спросить у тебя как ты относишься вот к военным действиям которые сейчас в украине идут начну самого начала себе можно да да конечно именно это меня интересует твои отношения мои отношения я очень долго работал механиком открыл свой автосервис у меня нету рекламы я не трачу деньги вообще не не на какую рекламу мне очень много разных людей приходят ко мне и ремонтируют свои автомобили от дорогие до дешевых почему до дешевых потому что в государственных организациях не всегда можно иметь дорогой автомобиль и все они несут информацию я человек который это впитывают я задаю тот же вопрос можно я как не к тебе проще на вы или надо как как тебе удобно все равно меня зовут владимир мне 30 меня тоже владимир у вас тоже владимир у меня 35 лет я служил в российской армии меня не интересует подробности не 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 чтобы сложилась ассоциация чтобы сложилась куб всего этого я должен сказать что я служил в российской армии ввс кубинка где взлетает на 9 мая стрижи и витязи даруют нам наш военный потенциал я работаю в санкт-петербурге у меня свой автосервис где приезжает куча людей от государственных всяких это ты уже повторяешься меня твое мнение мое мнение о войне не личного я патриот мое личное мнение я патриот я хочу идти на войну и убивать тех кто убивает моих друзей потому что у меня очень много друзей таких как и я кто патриоты и те кто воевал во вторую чеченскую во вторую чеченскую у меня очень много друзей кто воевал ввс и вдв во вторую чеченскую но сложилось мнение что в обеих странах сша и в россии есть инфляция большого рода которая сложилась и нужно отмыть деньги и лишить решить вопрос этой инфляции потому несмотря на то что погибают люди динсфикация или еще что то это уже не важно сейчас происходит момент договоренности определенных и чем дольше затягивается война на украине тем это лучше для россии и для америки независимо от того как страдают люди вот и все я вообще ничего не понял но было очень интересно значит теперь если можно конкретно как ты относишь ты поддерживаешь эту войну или ты ее осуждаешь во мне живут два человека а подожди нет шизофрении никакой нету один человек воспринимает ситуацию понимать ситуацию а второй человек патриот россии а кто кто выигрывает вот это два твоих этих не не выигрывает никто борьба борьба на низких мальчиков кто один на низкий мальчик хочет воевать и убивать а второй на низкий мальчик он хочет жить и понимать что все происходит так как оно происходит вот еще ну то есть целом ты поддерживаешь поддерживаю вот теперь пошел уже конкретное понимание того о чем мы говорим поддерживаю вот ты знаешь у меня есть я буду к тебе на ты уже раз уж мы разговаривались и я смотрю каналов телеграме и каналы какие я поддерживаю какие как человек я поддерживаю как российский солдат я поддерживаю канал те где наши военные одерживают победу я понимаю ты поддерживаешь нападение россии на украину давай более конкретно или осуждаешь это нападение потому что ты так пытаешься уйти от ответа блин давай ответь мне конкретно вот на этот вопрос для начала нету нападения а то есть есть россия не не пересекла с оружием в руках границы чужой есть лично мое мнение есть защита границы на чужой территории при этом который идет есть ну конечно когда ты защищаешь границы ты продвигаешься если ты служил в армии ты должен понимать что есть определенное производство какие-то армейских движений то есть если есть нарушение границ государств соответственно производится нападение на тех кто нарушил нападение не слушай у меня есть такая тема как разведка есть фсб есть разведка шесть тысяч человек разведчиков было в харькове еще два года назад и харьков был наш и все было понятно и когда производится нарушение границ когда кто на развед кто нарушил чечню помнишь нет ничего мы говорим об украине и россии а я тебе сейчас говорю про чечку нет я сейчас тебя спрашиваю твои отношения я тебе говорю сейчас украинской войне я сейчас говорю рисует а мне интересует чечня меня интересует национализм потому что все и сербия и чехословакия чечня и украина есть тонкая грань ты поддерживаешь нападение россии на украину или есть есть тонкая тонн сербия чехословакия националистический ты пьяный совсем этот товарищ и по ты пьяный вообще да нет ты вообще соображаешь ты соображаешь о чем мы сейчас разговариваем ты вопрос повтори моего я тебе хочу сказать о том что ситуация связанная с украиной она такая же как и в чечне и в сербии нет 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 никакого осуждения нет не ты осуждаешь или ты еще что-то делаешь или ты поддерживаешь нападение россии на украину я тебе сейчас объясню есть украина которая подтолкнули на то чтобы подойти к границам россии напичкать ее оружием и начать какую-то войну но при этом кто подошел границам россии они уже были границ с россией то кто они украина 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 была украина всегда была на границ россии за это вы 24 февраля напали на нее правильно на украину да мы напали на украину мы надо что за что мы с подожди я тебе могу я вижу я понял прости россия нагло напала на украину 24 февраля это понятно я спрошу ты поддерживаешь этот акт наглого нападения или ты его осуждаешь простой вопрос и я перепил и по понимаешь да да я согласен с верховным главнокомандующим с владимиром владимировичем путином его решение 24 февраля напасть на украину поддерживаю слава богу я тебя добился хоть одного внятного ответа нет так это понятно это понятно всем зачем добиваться от одного человека когда это понятно всем нет ты знаешь есть люди еще до сих пор разумные в россии не хотим не все такие орки как ты извини есть есть еще люди у которых включается мозг и которые думают прям противоположно тебе часть просто но твое мнение я понял все больше 100 рублей для тебя больше не хочу с ним говорить это очень неприятно а это очень неприятно человек и по перепел и по называется перепели по пока двумя словами перепел и по все больше не знаю и все все